Дорогие мои друзья, я вновь приветствую вас на канале Вязание. Я, меня зовут Юлия. Сегодня у нас будет с вами формат видео полезный. Сложился этот формат из вопросов, часто задаваемых моих зрителей. Я понимаю, что на многие из этих вопросов я на своем канале за 4 года отвечала. Но канал растет, приходят новые зрители. Я понимаю, что все ролики пересмотреть просто невозможно. Хотя есть и плейлисты по тематикам, да, и тем не менее задаются и задаются и задаются вопросы и в личные сообщения в том числе. Поэтому я отвечу на этот вопрос. Я постараюсь ответить максимально раскрыто. Для меня этот формат будет сложным. Я очень долго оттягивала это видео с ответами на вопросы. Почему он будет сложным? Потому что в этом видео будет много переодеваний. Я буду показывать наглядно. И не будем затягивать долгий ящик. У меня нет цели растянуть это видео на 2 часа. Поэтому первый, самый часто задаваемый вопрос. Пельмень или естественная драпировка? Это будет самый сложный вопрос. Я покажу вам наглядно. К сожалению, у меня нет изделий, связанных регланом, которые имеют пельмень в посадке. Я постараюсь вам показать, что такое пельмень, а что такое естественная драпировка. Чтобы все, кто начинают вязать или те, кто вяжут давно, обратили внимание на эти моменты и не думали, что если у вас возникла какая-то где-то складка, это является пельменем. И наоборот, если она там есть, возможно, это пельмень, которого нужно избегать. Начну я с изделий с большой свободой облигания. Вот сейчас, на данный момент, на мне надета блуза роскошь, связанная она из кидмахера на шелке. Вообще, изделия с такой свободой облигания, они очень хорошо драпируются, они нежные, они струящиеся именно из этой пряжи, из тонкой пряжи. Когда мы вяжем такие изделия из более плотной пряжи, более плотное полотно у нас получается, то и то, что я вам сейчас покажу, будет выглядеть более грубо, скажем так. Но является ли это ошибкой? Сейчас мы с вами поговорим, что есть пельмень, а что есть естественная драпировка. Итак, друзья, я буду вставать перед вами, вот на мне надето очень свободное изделие. Давайте, наверное, сейчас я вас подниму немножко. Я прямо вот так вот в процессе это буду делать, потому что бесконечно менять ракурс будет неудобно ни вам, ни мне. Вот на мне надето достаточно свободное изделие. Я подойду ближе. Пожалуйста, обратите внимание, где заканчивается у меня скос плеча, на каком месте. Вот он, друзья. Вот он. Это середина моего предплечья. Когда вяжут наволочки, эта зона может доходить до середины локтя, а бывает даже спускается ниже. Так вот, вот я стою сейчас с опущенными руками. Пельменей нет в области груди, вы видите? Их нет ни в боковой зоне, ни в подмышечной впадине, нигде. Здесь большая свобода облегания в рукаве. А теперь, друзья, я повернусь к вам спиной. Обратите, пожалуйста, внимание, как вам показать вот на эту зону. Зону прилегания основного корпуса к рукаву. Вы видите? Пока я сидела, немножко примялась. Давайте, наверное, с этой стороны. Здесь более ровный участок. Вот видите? Вот сюда смотрим. Вот. Ровно стою. Сейчас еще раз поправляю все. Опускаю. Является ли вот это пельменем, друзья? Вот эта складка, вот это, пельменем не является. Это является естественной драпировкой полотна за счет большой свободы облегания. Не нужно в данном случае путать ее с пельменем. И считать, что конструктивные решения выполнены неверно. Все здесь хорошо. Естественно, что когда, я и повторюсь прямо сейчас, когда у вас изделие связано более толстой пряжей, нет вот такой вот, вот такой вот струящейся тоненькой драпировки, вот эта складка, вот эта складка, она будет толстая. И как бы наплывать на нашу руку. Но, мои хорошие, когда мы вяжем подобного рода изделия, в первую очередь необходимо подумать, из чего мы вяжем. И какую нам надо взять свободу облегания. И понимать, что вот этому полотну просто некуда деться. Ему просто некуда деться. Поэтому естественная драпировка вот и в этой зоне, она допустима и не является пельменем. У меня изделие связано регланом погон со спущенным плечом. Вот вы видите, да? Переходит ажур у меня в рукав. И вот такая пройма. Вот она. Конструктивные элементы здесь выполнены абсолютно верно. И в то же время, вот так со спины это выглядит. И это абсолютно верно. Переходим к следующему виду, к следующей модели. Итак, друзья, следующая модель, это модель летучая мышь. На что необходимо обращать в этой модели особое внимание? Из конструктивных элементов здесь отсутствует росток и отсутствует выточка. Я подойду к вам сейчас поближе. Вот я свободно опускаю руки. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот красный цвет очень плохо показывать. Вот еще раз медленно опускаю руку. Обратите внимание вот на эти участки. Видите? Вот. Вот здесь это неверно. Вот здесь нужна была выточка. Если бы центр моего изделия был длиннее на то количество сантиметров, которое необходимо мне по моей анатомии. Вот я его просто поднатянула. Центр, только центр поднатянула. Смотрите, я опускаю руку, и вот этой вот диагональной складки от центра груди у меня нет. Вот здесь, вот это вот, и вот это вот, вот она, вот она. Видите? Вот она складка. Это является нарушением. Вот эти участки в подмышечной зоне являются естественной драпировкой полотна в данной модели. Это не является пельменем. Пельмени, вот они, от груди идут. Вот это пельмени. Вот это нарушение. По спине. По спине. Аналогичная ситуация. Смотрите. Вы видите? Почему? Ведь здесь у нас есть грудь, а на спине нет возвышенностей. Почему ложится складка от центра там? То же самое. Мы с вами не плоские, мы с вами объемные. У нас есть сутулость. Мы с вами не ходим вот так. Мы с вами ходим, где-то согнувшись, где-то даже вот мы сидим вот так вот, да. То есть есть, необходимо вывязывать росток, или по-другому можно сказать, поправка на сутулость. Это будет более верно. Где, в каком месте, я сейчас об этом не говорю. Как рассчитать, это тоже я об этом не говорю. Я говорю о том, что данное изделие можно признать конструктивно неверным. А теперь я вам покажу точно такую же модель. У меня их несколько, я очень люблю эту модель. Которая не имеет этих погрешностей. Вот прямо близко, смотрите. Смотрите близко. Нигде никаких заломов от груди не идет. Поднимаем руки, опускаем руки. Вы видите, нигде никаких заломов нет за счет того, что изделие имеет выточку и имеет росток. Более того, когда изделие не имеет выточки ростка, я вам показала, что перед у нас задраты. Здесь, я вот опущу, да? Абсолютно ровный низ. Абсолютно, друзья. Смотрите. И даже несмотря на то, что это изделие связано в поперечном направлении. Кстати, первое, которое я вам показала, тоже в поперечном направлении. Поэтому грешить на то, что вот это поперечное направление, поэтому идет растяжение полотна получается по длине, да? Вот так. А не вот так. Здесь идет одинаковое направление. Что там, что тут. Все связано в поперечном направлении. И вот этих вот заломов от линии груди, их просто нет. А вот естественная драпировка, вот в этой зоне, она есть. Им ей деться некуда. Ей некуда деться. А куда ей деться, если она тут присутствует? Она здесь существует. Она здесь должна быть. Если вам это не нравится, значит, вам не нравится, в принципе, эта модель. И необходимо связать другую модель. Вот что я вам хотела показать. То же самое. Вот смотрите, я опускаю руки. Смотрим в область подмышки, да? Вот она. Видите? Тоже идет наплывание вот этого участка, как бы, да? На зону руки. Вот она. Но это не есть пельмень. Это естественная драпировка полотна. Друзья, а теперь о реглане. Именно в реглане чаще всего мы можем наблюдать пельмени. Что такое пельмень для тех, кто слышит это первый раз? Это излишнее полотно в области подмышечной впадины, в области рукава. Вот так случилось, что у меня единственное изделие в гардеробе, связанное регланом. Так как для себя я вяжу реглан очень редко, потому что просто я его не очень люблю. Не потому что мне в нем неудобно или еще что-то. Просто так. Так, ну вот это вот мои тарканы в голове. Надо, кстати, это исправлять, да? Изделие связано на мне с большой свободой облегания. Обратите внимание, где у меня заканчивается линия реглана, если мы переведем на руку. Это вновь середина предплечья. Вот он мой локоть. Вот середина предплечья. Свобода облегания большая. Ну, я не знаю, стоит ли вот так вот ужимать, показывать там, да? Большая. Смотрим на спину. Вы видите? Вот это. Еще раз. Вот это. Вот это. Вот это. Естественная драпировка полотна. Пельменей в этом изделении нет. Здесь вывязано и росток, и вытачка. Здесь вывязано все, что необходимо вывязать. Что я хочу вам показать здесь? Что такое пельмень? Я не знаю, как это сделать. Значит, смотрите. Существует золотое правило. Чем ниже ваша линия реглана, тем больше свобода облегания. И наоборот. Чем меньше линия реглана, тем более облегающее изделие вы вяжете. В противном случае у вас будет образовываться пельмень либо в рукаве, либо в подмышечной впадине. Давайте предположим, что это изделие, я вот просто на себе это не покажу, понимаете? Что это изделие полуприлегающего силуэта. Я вот попробую собрать вот это излишнее полотно здесь, да? Дело в том, что мне это сделать непросто. Мне бы сюда помощника или манекен с рукавами. Давайте я попробую на манекене, потому что получается я увожу руку назад, и у меня ломается все. Я сейчас попробую показать вам на манекене. Пусть он без рук, бог с ним, но я надеюсь, что вы меня поймете. Друзья, смотрите, пожалуйста. Если мы имеем длинную регланную линию, и при этом мы сейчас с вами уберем лишнюю свободу облегания, ничего не получается показать. В общем, смотрите, объясняю на словах. У вас будет вот здесь, в подмышечной зоне образовываться вот такой наплыв, вот такой пузырь. Вот это называется пельмень. Это неправильная свобода облегания и длина регланной линии. Что касается, наоборот, если у вас регланная линия вот здесь закончится, предположим, анатомическая мерка, да, и при этом у вас будет большая свобода облегания. У вас и в рукаве, и вот здесь, и еще вот здесь будут образовываться пузыри. Ну, нет у меня таких изделий. Не могу я вам показать наглядно и приводить картинки, фотографии других людей. Я тоже не вправе это делать. Но вы на это должны обратить особое внимание и понять. Я вам показала сейчас изделия, связанные в различных техниках, которые не имеют пельменя. Все, что сидит не так и имеет вот тут вот наплывы, да, в подмышечной зоне, ну, их прям сразу видно, вот они прям вот так лежат. Вот прям вообще ничего не видно. Я-то вижу, а вы-то нет. Сейчас подождите секундочку. Поднимаю регланную линию, я поднимаю ее, понимаете. Вот этому полотну будет. Вот, смотрите, поднимаю. А вот здесь, вот эта вот ширина, вот она, ей просто будет деться некуда. И вот здесь вот у вас будет пузырь выглядит вот таким образом. Вот так. Вот так. Торчащим не вовнутрь, скажем так, а наружу. Вот это называется, друзья, пузырем. Ну, простите, на реглане вот просто не смогла вам показать, потому что, ну, нет у меня таких неправильных изделий. Друзья, следующая модель, многим из нас любимая, это спущенное плечо. Я очень люблю модели со спущенной линией плеча. И в них мы тоже часто можем видеть нарушения конструктивных элементов, нарушения посадки изделия. В зоне подмышек образовываются пельмени, причем образовываются они очень серьезно. У меня, опять же, нет в наличии таких изделий, которые сконструированы неверно. Когда мы вяжем изделия со спущенной линией плеча, в первую очередь, в первую очередь, изделия должны иметь плечевой скос. Обратите внимание, плечевой скос, видите, он достаточно большой. Как рассчитывать, я тоже на этом не останавливаюсь. Второй момент. Плечевой скос у нас есть, но вот здесь прямоугольника быть не должно. Здесь в обязательном порядке должен быть подрез. В обязательном порядке. В противном случае, если бы не было подреза, и у вас вот здесь ровно было бы, вот смотрите, я сразу заложила, сразу образуется вот тот самый называемый пельмень. Вот, допустим, ровно, опускаю руку, и вот оно что делается. Видите? Поэтому скос плеча это раз в обязательном порядке. Его нужно рассчитывать, правильно рассчитывать, чтобы не так. Три раза развернулось или четыре раза развернулось, это неверно. Подрез два. И если у вас вот здесь, допустим, идет по прямой, по прямой, то обязательно вывязывать росток в рукаве в обязательном порядке. Нельзя вязать прямоугольные детали, мы не прямоугольные. Если у вас вот эта часть ломаная линия, то есть по диагонали связанная с прибавками, если вы вяжете снизу, вы делаете прибавки вот здесь, тогда необходимости в вывязывании ростка в рукаве просто нет. Что касается выточек, сразу, да, я параллельно сейчас отвечу на этот вопрос. Здесь, в этом изделии выточки нет. Для чего вывязывается выточка? Многие говорят, у меня маленькая грудь, у меня большая свобода облегания, мне выточка не нужна. Чем больше свобода облегания, тем больше есть необходимость в вывязывании выточки. Это первый момент. Второй момент. Маленькая грудь у вас или большая грудь у вас, это не имеет значения, выточку вывязывать нужно. В каких случаях не нужно? Если у нас модель, например, смещенная линия реглана, которая имеет у нас регланную линию по центральной части, то за счет этой вот этой вот линии реглана идет утяжеление. У нас же здесь прибавки формируются, у нас идет утяжеление. И автоматически идет отвис центральной части изделия. Отвис дает нам дополнительную длину в центральной зоне изделия. Тяжелые планки, например, они тоже могут дать отвис. Не значит, что планка должна фолдить ни в коем случае. Просто трикотаж под собственной тяжестью имеет свойство тянуться. Вот здесь, для чего вязать выточку? Я хочу вам просто наглядно объяснить. Вот здесь выточки нет. Что мы видим с вами? Я поворачиваюсь боком. Бок длиннее, чем перед. Вы это видите? Понимаете, о чем я говорю? То есть независимо от того, какой у вас размер груди, или какая у вас свобода облегания. Обратите внимание на мою свобода облегания. Она здесь достаточно большая. Тем более, я вязала эту кофту еще, когда была на два размера меньше. Вот такие вот дела, друзья. Вы должны... Вот смотрите, сейчас вроде как оно у меня здесь присобрано, все хорошо, но боковины у меня наплывают. Вот, ровненько. Боковины, вот они у меня наплывают, а здесь нет. Красиво это? Нет. Решать вам, вязать вам ее или нет. Я просто говорю о том, для чего нужны вытачки. Потому что это был следующий вопрос. Как бы я перепрыгнула с одного вопроса сейчас на другой вопрос. О вытачках. Многие приводят в пример водолазки. Друзья мои, ну еще раз говорю. Вот у меня я купила водолазку, и она у меня на груди не растягивается. Ну, в смысле, не деформируется узор. А почему он должен деформироваться? Дело не в деформации узора. Дело именно в нижней части изделия. И чем шире будет ваше изделие, от проймы проводим вниз линию, чем шире... У меня здесь идут убавки вниз. Если у меня по прямой вяжется, тем больше у меня боковые зоны провисают. У меня рука опускается, соответственно и пройма опускается. Соответственно, боковая часть опускается. А здесь-то у меня никуда ничего не опускается. Даже при очень большой свободе облегания необходимо вывязать выточку, чтобы не иметь вот такой конструкции по низу изделия. Это я сейчас натянула. У меня чуть-чуть получше. Понимаете, да, друзья? Это относительно выточек. Относительно пельменей в области подмышки и вот здесь. Вот здесь, когда... Вот я опускаю, видите, у меня оп! И вовнутрь ушло. А когда наоборот идет, вот так. Вот это называется излишнее полотно. В моделях со спущенной линией плеча в обязательном порядке плечевой скос правильной высоты, глубины, в обязательном порядке подрез или пройма. Я вам сейчас покажу, какая. Вот моя, друзья, кофта. Она тоже имеет спуск плеча. У меня, видите, плечо. Оно тоже очень большое. И вот здесь, смотрите, здесь нет подреза, но здесь вывязана пройма. Пройма вывязана полукругом. Вы видите, вот эта вот часть, вот она и выполняет функцию подреза. А вот эта часть выполняет функцию головки рукава, то есть ростка в рукаве. Но, помимо всего прочего, у меня здесь еще дополнительно вывязан росток в рукаве, если мне не изменяет память. Да, вывязан. Я не могла сделать по-другому. Вот, вывязан. Почему? Потому что вот эта часть, вот эта вот здесь прибавка, ну, всего буквально 2 сантиметра может быть. Сейчас я вам скажу. Да, вот она, видно, вот она прибавка. 2 сантиметра. А 2 сантиметра для головки рукава это очень мало. Понимаете? Поэтому вот здесь дополнительно у меня вывязано. За счет этого изделие конструктивно сидит абсолютно верно. И не образует никаких пельменей в области подмышек. Нет, знаете, как еще бывает? Бывает в рукаве, вот здесь, сейчас я вам покажу. В рукавах, вот здесь, прямо в самих рукавах, вот здесь образуются пельмени. За счет чего? За счет того, что низ длиннее, а верх короче. Если не вывязана головка рукава, короче, и получается вот тут излишняя, вот здесь, излишняя длина. Ей деться некуда. Она вот здесь собирается и образуется вот такой эффект. Понимаете? Вот я ответила вам по разным моделям на этот вопрос. Что есть естественная драпировка, что есть пельмень в рукаве. Как его избежать, на что необходимо обратить внимание. Зачастую в реглане, подводим итоги, это неправильная свобода облегания и неправильная длина регланной линии. Также в реглане зачастую это неправильный размер подреза. Очень многие считают, что достаточно двух сантиметров подреза. Давайте подумаем. Вот у нас свобода облегания большая, подрез у нас маленький. Куда деться этой свободе облегания? Куда мы ее можем деть? Мы ее должны деть в боковую зону. Соответственно, и эту функцию выполняет подрез. Отсюда нет перекрута трикотажа и не вылазят вот те самые пузыри. Дальше. Про это мы подвели итог. Про реглан мы подвели итог. Про реглан погон. Ну все, в принципе, все сказано. Этим все сказано. Делаем вывод. Выточку вязать нужно. Подрезы должны быть в обязательном порядке. Скосы плеча должны быть в обязательном порядке. И обязательно соблюдение пропорции длины регланной линии и свободы облегания изделия. Еще важный момент, когда идет перекос свободы облегания. Объясняю на пальцах. Фигуры у всех разные. У кого-то объем в верхней зоне, у кого-то узкий таз при этом. А у кого-то на кто-то песочные часы. То есть мерка обхвата груди и мерка обхвата бедер примерно одинаковая. Там разрыв небольшое количество сантиметров. Или фигура груша. Например, как у меня. Это разбег между обхватом груди и обхватом бедер составляет более 10 сантиметров. Вот когда мы имеем разные типы фигур, мы должны понимать, где и на каком участке мы должны дать свободу облегания. Вот, например, я приведу, часто мы встречаем тип фигуры груша. Я остановлюсь именно на своем типе фигур. Если я буду при вязании сверху брать свободу облегания обхвата бедер и прибавлять к ней свободу облегания, чтобы у меня же вот здесь-то село бы хорошо. Вы же понимаете, да? Я же все равно к этому приду. У меня же здесь не должно быть в обтяжку. У меня здесь должна быть свобода облегания. А в груди я еще на 15 сантиметров, например, в обхвате меньше. А вот вы представьте, пожалуйста, какая образуется вот здесь свобода облегания и какая в итоге будет вот здесь. То есть здесь у меня будет, ну, предположим, я хотела внизу 10 сантиметров, а здесь будет 25. Понимаете? Когда мы конструируем изделие, мы должны четко понимать, что свобода облегания по обхвату груди и по обхвату бедер должна быть пропорциональной. Если мне надо свобода облегания 10 сантиметров в груди, я ее делаю. И чтобы мне прийти к 10 сантиметрам свобода облегания в области бедер, я буду вязать А-силуэт. И наоборот, есть типы фигуры, фигура яблока. Когда у нас много вверху, у нас пышная, возможно, грудь, у нас есть, возможно, живот и при этом узкий таз. Если мы узкие бедра, мы возьмем с вами обхват груди, сделаем свободу облегания, необходимую вяжем по прямой. Вот здесь у нас получится юбочка. А надо ли вам это? Не надо. Все должно смотреться пропорционально. Сколько вверху, столько внизу. От вот этих перекосов тоже вылазят ненужные нам пузыри. Это нарушение. Получается, здесь у вас одно визуальное нарушение. Не нарушение конструкции изделия, а нарушение посадки. То есть, есть процесс конструирования, есть процесс моделирования. Вот конструирование может быть абсолютно верным. Вы захотели прямой силуэт, но он вам не идет. Вот сюда вступает моделирование. Поэтому, друзья, вот попыталась ответить, вы мне, пожалуйста, напишите. Понятно, непонятно? Полезно, неполезно? Потому что максимально попыталась показать и рассказать уже просто на пальцах. Дальше я уже просто не знаю, как это объяснять. И мы с вами перейдем к другим вопросам. Друзья, мы переходим с вами к следующему вопросу, который мне поступает очень часто. Какие спицы выбрать? Ади или Чиагу? У меня есть целое видео, посвященное этой теме. Ади или Чиагу? Но я повторюсь, потому что бесконечно, бесконечно просто эти вопросы возникают. У меня есть и одни, и другие. И вопрос еще такой. Какие выбрать? Разъемные или литые спицы? У меня есть всякие. У меня есть набор Чиагу, самый полный набор, твист, все номера спиц. У меня есть набор Ади Клик, который я буквально недавно получила в подарок от Анюты, моей подружки из Австралии. Анюточка, спасибо. Вот. Набор Твист Чиагу я покупала в магазине Про Клубочки. У меня есть просто невероятное количество спиц неразъемных. Преимущественно 99% здесь это спицы Ади. Также здесь есть спицы Нитпро, бамбуковые и металлические, с черной леской. Также у меня есть вот такие спицы Нитпро, которыми я не пользуюсь от слова совсем. Нитпро, я скажу так, мне не нравятся. Я говорю только за себя, поэтому выбирать мы с вами будем из Ади и Чиагу, потому что именно такие вопросы и поступают. Я не могу сказать, что вот этими спицами я не пользуюсь. Я ими пользуюсь в том числе, потому что вяжу я много проектов и мне нужно много пар одинакового номера спиц. Поэтому и эти у меня в ходу, и наборы в ходу. Какие спицы лучше выбрать? Съемные или литые? Я, конечно, за разъемные спицы. Почему? Потому что это очень удобно, друзья. Во-первых, мы всегда можем увеличить длину лески. Есть переходники, которые между собой разную длину лесок или тросиков скрепляют. И у нас нет необходимости переснимать, допустим, для примерки на 2-3 пары спиц. Это первый момент. Второй момент. Каждый набор содержит в себе, и не только набор, лески и тросики продаются отдельно, они бывают разной длины для разных изделий. Кто-то вяжет горловины, например, на короткой леске. Для меня короткие лески вообще не актуальны. Для меня в 90% случаев вяжу на тросики или на леске длиной 75 сантиметров. Для меня это очень удобно, потому что работая в Magic Club, рукава в том числе, я не вяжу вот этими короткими и так далее. Мне просто неудобно. Я не говорю, что это плохо. В каждом бренде и в Чиагу, и в Аде есть свои плюсы и свои минусы. Почему я сказала, сейчас опять вернусь к разъемным спицам, почему я сказала, что выгоднее брать разъемные спицы, потому что я всегда могу докупить только спицы без лески. Спицы с леской будут дороже, чем просто спица. А тросик у меня будет один на разные номера спиц. Понимаете? И также я буду в последующем докупать уже не круговые спицы, а буду докупать отдельно. Вот нужно мне два номера, три с половиной. Я буду докупать второй номер, допустим, три с половиной. Самые ходовые размеры, чтобы у меня их были парные, чтобы у меня их было много. Нет ничего вечного относительно лески и тросики. И одни, и другие ломаются. Вот у меня, допустим, недавно буквально на другом проекте у меня погнулся стакан в спицах Чиагу. Я сначала не понимаю. Ушла, было все нормально, пришла вот сам стакан, вот этот вот, он погнулся. Что за ерунда? Сижу, рассматриваю, приходит Слава. Мама, а что такое? Да я не поняла. Говорю, каким образом у меня стакан мог погнуться? Ну, у меня было такое, что у меня перетирался, вот здесь ломался трос в Чиагу. Тросики я периодически покупаю, потому что они у меня летят. А летят они за счет чего, друзья? За счет тяжелого, если, ну, во-первых, я ушатала два троса, когда я вязала свой жикет. Жикет это тяжелое изделие, тяжелое по весу. И идет, когда работаешь, бесконечно поднимаешь это изделие, идет перегиб, 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 и тросик вот этот вот перетирается. Лески вообще летят. Если говорить о долговечности, то более долговечно это трос Чиагу. Трос Чиагу не имеет памяти, леска имеет памяти. Кто-то там отпаривает, запаривает, в общем, друзья, кто-то подвешивает эти спицы. Когда работаешь профессионально и вяжешь много, большое количество, вот это устраивать пляски вокруг костра с выравниванием лесок, это не для меня. Трос однозначно выигрывает в Чиагу. Что касается... А, так вот, а Слава, Слава, мам, признался. Он говорит, твоя спица попала, у меня диван буквой Г, и она попала, когда я ушла, между основным сидением и приставным. Он говорит, а я сел, а потом понял, что сел, начал тянуть, короче, он его согнул, но он не поломал. Вот, поэтому тросы и лески, они докупаются. Номера спиц, купить отдельно спицы без троса дешевле, чем покупать неразъемные. Вы видели гору разъемных и вот такой набор. Что лучше? Зачем мне эта гора? Ну, она у меня есть, фактически сейчас. Как только они будут выходить из строя, тогда я буду заменять их уже на покупные отдельно спицы. Дальше. Лесок тросов я тоже могу купить энное количество. Что касается полных или неполных наборов. Многие говорят, я не вяжу спицами больше пятерки, я и пятеркой не вяжу. Ну, я тоже так раньше думала, а сейчас все новые, новые техники появляются, новые узоры появляются. Вот, например, я вяжу свой проект сейчас на разных номерах спиц. Одна у меня спица 3, вторая спица, по-моему, девять, если я не ошибаюсь, или восемь или девять. Понадобилось? Понадобилось. Пряжа появляется разная, фактурная пряжа, которую классно вязать на большом номере спиц. И хорошо, когда эти спицы есть, и ты не начинаешь искать их или ждать, когда тебе посылка придет с этими спицами. Очень удобно. Я вам скажу так, у меня и в этом наборе Ади Клик, и в Чиогум, я просто не показываю Чиогум, у меня на первом этаже набор. И в Чиогум я пользуюсь и одним, и вторым набором на равных. Кончики. У всех разная плотность. Если вы вяжете туго, Чиогум вам будут травмировать пальцы. Сначала появляется натоптыш. Постоянно проталкивая спицу, появляется натоптыш на указательном пальце. Потом этот натоптыш просто трескается. И постоянно проталкивая его, вы травмируете и травмируете, и травмируете. Это очень долго заживает, это очень сильно болит. В Ади, вот Ади Клик, длина кончика у Ади даже больше, чем у Чиогум. Они тоже остроконечные, но они не острые, как Чиогум, а они закругленные. И травмировать этими спицами палец сложнее. О металле поговорим. Вот это полая спица, она легкая, это Ади Клик. А вот это медицинская сталь, она не полая. У меня беда в том, что спицы я гну. В процессе работы они у меня гнутся вот так вот. Плюс Ади Клик, вот эти вот, как ново, они кубические спицы. Я вам скажу, кубиками я натираю мозоль на большом пальце, вот здесь. Мне неудобно работать кубиками, я за кругу и спицы. Но это индивидуально. Вот эти вот, якобы массаж, который облегчает вязание, это все маркетинговый ход. Ничего оно не облегчает, руки, если уставали, они и будут уставать. Единственное, что они легкие. Но для меня больше подходят спицы чиагун, потому что они тяжелые и у меня скорость вязания на них более быстрая. Если мы будем говорить о кончиках и о пряже, если я вяжу пряжу, которая либо слабо скрученная, либо в несколько сложений, я буду вязать на Ади. Почему? Потому что здесь настолько острый кончик, что он не всегда подхватывает все нити единовременно, а Ади подхватывает все нити единовременно. То есть он более закругленный и работать им легче на таком виде пряжи. Что касается перехода разъемных спиц, в чиагу это идеал. Это просто идеал. Никаких зацепов нет. В Ади работать тонкой пряжей невозможно. Вот здесь слышите? У меня ноготь останавливается. Если это махер на шелке в одну ниточку или на полиамиде в одну ниточку, вот здесь идут зацепы. Эти спицы не подходят для такой тонкой пряжи. На толстой пряжи этого не ощущается, но это минус. Это минус. Дальше. В чем плюс лесок вот этого набора Ади Клик? Набор у меня от номера три с половиной до номера... Сейчас я вам скажу. Да, в чиагу номера семь нет в наборе, а здесь есть семерка в наборе в Ади Клик. Гравировка также указана. Здесь восьмеркой заканчивается, а этот чиагу у меня вообще не помню до какого, до тринадцатого, до четырнадцатого номера. Не помню до какого. Значит, здесь самый маленький три с половиной и до восьмерки. И у них единый трос. Я могу на одну спицу три с половиной, а на другую восьмерку. Но если мне нужно меньше, я просто не знаю, есть ли спицы вот эти меньше номера, чем три с половиной, я просто не знаю. И подходит ли для них этот трос, эта леска, тоже не знаю, чтобы соединить. А вот в чиагу трос, размер троса от 275 до пятерки идет один, от пятерки до там двенадцатого, допустим, размера, образно говорю, от пятерки до девятки, точно, или десятый номер, у меня последний, не помню, до десятки. Это второй трос, размер троса. до 275, это третий размер троса, называется мини, да, то есть, вот в этом плане неудобно, то, что трос идет разного размера, под разный номер спиц. Здесь гораздо удобнее в Adi-Clip, что крепление одно и то же. Выбор, друзья, как сделать выбор? Наверное, купить пару неразъемных спиц, хотя можно и разъемных пару, не обязательно набрать набор, Adi и пару Чагу. Повязать на одних и повязать на других и решить, какие больше подходят для вас. Скольжение на одних и на других идеальное. Первично, когда набор только этот я получила и один и второй, спицы были не отполированы, буквально там, буквально чуть-чуть провязав изделие, они полируются мгновенно и проблем со скольжением не возникает. Вот так, мои дорогие друзья, так я отвечу на этот вопрос и мы перейдем с вами к следующему. В общем, резюмирую. Я за разъемные спицы, я за полный набор, чтобы были все номера и больше я отдаю предпочтение Чиагу. На них я работаю чаще, чем на Аде. Чиагу мне нравится, лично мне нравится больше. Следующий вопрос, друзья, который мне поступил, так, это вопрос о моющих средствах. Чем я стираю свои изделия? Буду показывать наглядно, потому что опять будут вопросы. Раньше все волокна животного происхождения, шерсть, шелк, пух любого животного, я имею ввиду ангоры, мохеры и все прочее, я стирала лаской для деликатных тканей. После чего, чем у меня есть ласка, сейчас другая, я сейчас к ней вернусь, ласка имеет ярко выраженный аромат, на волокнах животного происхождения сохраняется достаточно долго. Парфюмом я пользуюсь часто, и мне не нравится, когда идет смешение моющего средства для стирки и парфюма. Поэтому я долго искала и остановилась вот на этом средстве. Это не реклама. Никто мне его не поставлял, я его пошла и купила в магазине магнит косметик. Биомио, гель для стирки деликатных тканей. В чем его плюсы? Я в него влюбилась. Говорю непосредственно о волокнах животного происхождения. В чем его прелесть? Во-первых, нейтральный запах, вообще запаха можно сказать нет. Во-вторых, великолеп, он концентрат, расход у него идет маленький, вспенивание идет хорошее, и выполаскивается он просто на ура. В отличие от ласки, ласка выполаскивается гораздо сложнее, чем вот это. То есть, если, допустим, у меня какое-то объемное изделие, например, кардиган, мне нужно сделать полоскание два раза, нежели вот это. Это достаточно одного раза. Гель подходит как для ручной стирки, так и для машинной стирки. В общем, для меня он просто великолепен. Более того, он гипоаллергенен и он подходит для детей, маленьких детей. Это очень важно. Ласка, возвращаемся к ласке. Почему она у меня есть? Все, что касается волокон растительного происхождения, я стираю вот этой магией цвета. вы знаете, что в основном я работаю, бывают у меня и жаккарды, и интарсии и так далее, и так далее. И сохраняется цвет от этого моющего средства хорошо, я его люблю, и вы меня спросите, вот и все хлопки, полухлопки, все это стирается вот этим. Конопля, лен, все стираю вот этим средством. И вы меня спросите, а если смесовый состав, например, кашемир, хлопок, шелк и пух кого-нибудь, предположим, чем я буду стирать? Правильно, вот этим, потому что все, что содержит животное происхождение, это вот этот гель. Там, где нет животного происхождения, вот этот гель. Например, вискоза с шерстью, чем я буду стирать? Вот этим. А вискозу с хлопком вот этим. Следующий момент, бобинная пряжа ни одно, ни второе средство бобинную пряжу пропитку с первой стирки не выстирывает. Но не вся бобинная пряжа имеет пропитку. Не вся, но большинство. Бобинную пряжу я уже давным-давно, уже два года, как, первый раз мне прислала в подарок Лена Орлова мыло для бобинной пряжи. Второй раз мне прислала Оля Эко-пятновыводитель. Вот такое мыло. Оно разное есть. Это мыло кокосовое, есть там мыло глицериновое. В общем, этого мыла великое множество сейчас. Вот это мыло, вот именно вот это мыло, оно просто прекрасно выстирывает с первого раза любую пропитку. Любую. Я уже много раз этим мылом стирала, единственный минус этого мыла, его нужно намыливать по полотну. Это не айс. Я сейчас в поиске вот подобного средства, но гелеобразного. Я знаю, что они существуют. Я очень много всего смотрела. Но я не понимаю, из чего слаживается цена. Есть средства 350 миллилитров, которое стоит полторы тысячи. Есть такое же за 750 рублей, есть такое же за 350 рублей. Я не могу определиться, я не знаю, в чем разница, я не понимаю. Мне нужно эффективно и доступно. Мне жалко полторы тысячи, даже за пол-литра отдать. жалко. Я хочу дешевле, но пока не нашла оптимальный вариант, но в данный момент я пользуюсь тремя средствами для стирки. Ответила на этот вопрос. И заключительный вопрос, который мне просто бесконечно задается, зачем вязать такие сложные изделия? Друзья, я отвечу вопросом на зачем нам мы вообще вяжем? Зачем вообще вязать? Вы задайте себе этот вопрос. Во-первых, получаем удовольствие от вязания. Вязать одно и то же мне не интересно. Мне не интересно просто пощупать пряжу и связать 1001 свитерок прямоугольником узорчиками. или 1002 свитерок регланом. Хоть с узорчиками, хоть без узорчиков. Мне это не интересно. Когда я вяжу различными техниками, где-то я применяю сложную отделку, где-то я применяю какие-то новые конструктивные элементы, где-то я ломаю голову по объединению техник. Во-первых, у меня работает голова. Во-вторых, у меня усовершенствуется посадка изделия. Для меня важно не просто вязать. Для меня важен готовый результат. Где-то мне нужно раскрыть красоту пряжи. Я думаю, как же она лучше будет смотреться. Проще всего связать полосками с однотонным цветом, например, меланжевую с однотонным. Это же будет очень скучно. А вот где-то что-то прибомбить, какую-нибудь фишку, это интересно. Где-то связать в поперечном направлении, где-то связать из угла, где-то связать еще как-то, где-то в разных направлениях. Где-то объединить крючок и спицы, где плотность одна и в крючке, а в спицах другая. И попробую это все соединить воедино. Вот это мне нравится, вот это называется творчество. Если бы я вязала одно и то же монотонно, я бы сошла с ума. Я бы уже давным-давно не вязала. Для меня важен не только процесс, для меня важна не только хорошая, приятная пряжа в процессе работы, красивые цвета, а для меня важен готовый результат. Но процесс, который будет заставлять меня думать. Когда работает голова, работают руки, когда у тебя идет спортивный интерес, азарт, появляется азарт, что же получится в итоге, а вдруг не получится. Может быть и так кое-что не получится. Я неоднократно начинала вязать изделия, в голове было прекрасно, когда вяжешь, понимаешь, господи, что за абракадабра тебе нарисовалась, Юля. И такое бывает. И это опыт. Это опыт, мне это нравится. Вот я вам отвечу на вопрос, зачем вязать сложные изделия, за тем, что процесс вязания для меня является в первую очередь творческим процессом, и для меня важен готовый результат. Я не хочу как все. Я хочу выбиваться из толпы, я хочу бросать вызов себе и обществу, я хочу сложных решений. Есть люди просто сидят и боятся. Своим страхом нужно смотреть в глаза и идти напролом. Вижу цель, не вижу препятствий. Я из числа таких людей. Ну а если говорить зачем вязать так сложно, вот я сяду и повяжу там что-то. А зачем вы вообще вяжете? Расскажите, ответьте мне пожалуйста в комментариях, кто для чего вяжет. У кого-то есть в этом необходимость, если раньше вязали из-за необходимости, потому что невозможно было ничего купить в период перестройки, распускали колготки и из этого вязали, то сейчас вязание это достаточно затратное хобби, затратное и не бюджетное от слова совсем. И слово надо здесь неприменимо. Здесь есть слово хочу и все. Хочу и буду. Друзья, ну вот правда интересно ваше мнение. Напишите пожалуйста кто зачем вяжет. Ну и потом вязание это всегда наш оберег или для того человека для кого мы вяжем. Мы влаживаем такую энергетику свою в изделие я например никогда не сяду вязать если у меня настроение если у меня мысли где-то в другом месте я не буду вязать потому что я потом не буду носить это изделие это мною уже проверено давным давно если у меня хорошее настроение и знаете такое работоспособное настроение у меня изделия влетают со спиц на раз два но плохую энергетику в процессе вязания в изделие я не все мои дорогие друзья я ответила на все вопросы я очень надеюсь что для вас это видео было полезным как я и заявила в самом начале видео если у вас есть какие-либо вопросы ко мне которые требуют вот такого формата видео я с удовольствием на них отвечу еще вы просите выйти в прямые эфиры друзья мои на данный момент прямой эфир я не провожу по той простой причине что на него нужен настрой должно быть душевное равновесие я не хочу какого-то мусора в чате сидеть банить и отвлекаться на это я не хочу нормализуется когда у нас все в стране в мире в душе вот тогда будут и прямые эфиры если бы была тематика прямого эфира вот на тему вязания какого-то там да если вы мне какие-то вопросы позадавали возможно я вышла попробовала бы выйти в прямой эфир в дзене или в vk например потому что эти площадки они более удобные и меньше мусора там и вы понимаете о каком мусоре я говорю мы все находимся на под одним одеялом друзья им я не железный человек и я могу и на грубость грубостью ответить причем жестко я могу и обидеться хотя и человек мало обидчивый но тем не менее если мне прилетит какой-нибудь комментарий неадекватный я в прямом эфире могу не сдержать себя в данный момент поэтому нет у меня душевного равновесия сейчас на проведение прямых эфиров но если вы мне зададите тему эфира если у вас будут какие-то конкретные вопросы относительно нашего хобби пряжи резания может быть там чего то еще то вполне возможно я попробую выйти в эфир на других площадках ну и с вами сегодня попрощаюсь друзья мои я желаю всем мира добра это уже говорит каждый блогер на своем канале мира добра в первую очередь я хочу вам пожелать ярких солнечных дней позитивного настроения получать удовольствие за нашим любимым хобби не расстраиваться и не расстраивать других вот чего я хочу вам пожелать ну конечно же крепкого здоровья и вдохновения всем пока до скорых встреч